Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди у нас выходные. Я очень надеюсь, что первые выходные декабря и, соответственно, зимнего периода пройдут очень даже неплохо. И не забывайте, что в воскресенье у нас серьезный инфоповод, который мы будем отыгрывать, надеюсь, все-таки через те тренды, которые наиболее прогнозируемы сейчас по баре евро в доллар с открытием уже новой недели. В двух словах, итальянский конституционный референдум – важнейшее политическое событие, угрожающее фактору политической стабильности, а значит, несущие значительные риски для евро. Мы говорили о том, что следующая пятигневка может стартовать с ценового разрыва, то есть с ГЭПа. И если, опять же, допустить то, что сейчас рынок пойдет по прежней тропе реализации всех форс-мажоров, которые только возможны, значит, этот ценовой разрыв, скорее всего, будет направлен вниз по паре евро-турсов. О европейской валюте мы, конечно же, поговорим, но сначала давайте вернемся к нефти, которая продолжает радовать тех трейдеров, которые поставили на рост и укрепление позиций как бренда, так и WTI. Ценовые значения, в прямом смысле, космические. 53,67 – это класс вчерашнего дня, хай был даже повыше – 54,52. Сейчас актив торгуется чуть ниже – 53,28, но все равно демонстрирует очень серьезную волатильность. Мы можем сейчас сделать вывод о том, что так же, как и в отношении политики Трампа, рынок живет надеждой. Соответственно, никакими опасениями. Если в отношении Трампа политики, собственно, эти надежды предполагают стимулирование и развитие инфраструктурных проектов, реформирование системы налоговложения, что в целом может привести к удвоению показателей экономического роста. То в отношении, опять же, договоренности ОПЕК, которые были достигнуты в среду, эти надежды связаны с тем, что условий сделки, которые были согласованы, будет достаточно, чтобы восстановить балансовое состояние между спросом и предложением и решить проблему крайнего перепроизводства и перенасыщения всего рынка энергосырья. Однако смотреть исключительно безоблачное сейчас будущее с исключительно оптимистичными настроениями ни в коем случае не нужно. Напомню в двух словах, чтобы мы прекрасно понимали, на чем сейчас рынок растет. В среду была достигнута договоренность по ограничению добычи в рамках ближневосточного картеля. К этой договоренности также подключились и страны, которые не вхожи в эту организацию. Это сделка, которая предполагает ограничение добычи в первой 2008 года. Кто-то даже говорит о историческом прецеденте, потому что очень долгое время уже такого не случалось. Производство будет снижено до 32,5 миллионов баррелей в сутки в рамках ОПЕК с текущих показателей, которые превышают 33,5 миллиона. По версии некоторых инвестиционных банков и того же самого Блумберга, истинные объемы добычи превышают 34 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, если допустить то, что Блумберг не ошибается и действительно планка выше 34, то для того, чтобы удовлетворить собственные условиями сделки, нужно сократить на 1,5 миллиона баррелей в сутки производства. ОПЕК же согласовал возможность снижения производства на 1,2. И, в принципе, эти квоты уже частично расписаны. 500 тысяч баррелей в сутки по коррекции идут на Саудовскую Аравию. 200 тысяч, соответственно, должен снизить на 200 тысяч Иран. Чуть сопоставимых уровнях также Ирака. Россия берет на себя планку по коррекции 300 тысяч баррелей в сутки. Но пока что дополнительных новостей по этому поводу не поступало. Теперь, что касается тех факторов, которые для многих участников рынка сейчас являются весьма значимыми. И эти факторы осветительствуют о том, что потенциал дальнейшего роста нефти может быть ограничен. Особенно уже постфактум такого случившегося ралли, который мы наблюдали. И эти факторы негативного толка связаны прежде всего с тем, что не факт, что условия сделки будут соблюдаться. В этом случае мы можем сослаться действительно на не самую лучшую репутацию ОПЕК. Который уже неоднократно договаривался, участвовал в соглашениях подобного формата Иране, но не всегда соблюдал условия сделки. То есть, если с 1 января 2017 года, даже несмотря на наличие специально организованного контролирующего комитета, который будет следить за этим, мы спустя какое-то время признаем тот факт, что в целом ничего не изменилось и объемы как были высокими по производству, так и остаются. Конечно же, будем говорить о том, что вообще заседание ОПЕК стало бессмысленным. То есть, проблему решить не удалось. Второй момент, тоже негативный, может быть даже более интересный. Он связан уже с абсолютно логичными последствиями, которые предполагают тот факт, что снижаются объемы добычи в рамках ОПЕК. Но вот Соединенные Штаты Америки, которые с некоторых пор основа являются интересной темой для всех трейдеров, которые все-таки спекулируют о торговле нефтью. Тема, которая предполагает рост количества нефтяных терминалов, сланцевого производства, новые бусты и новая жизнь, которая может быть проявлена с президентством Трампа для нефтяного бизнеса, учитывая те реформаторские порывы, которые уже были обозначены со стороны вновь избранного президента. В данном случае, если допустить тот факт, что производство будет расти, в частности, на прошлой неделе, мы говорили об увеличении количества нефтяных платформ от Беккер-Хьюз, на текущий момент уже 474 нефтяные платформы. Объемы добычи выросли на 9000 баррелей в сутки, доведя общие показатели производства со стороны США до 8,7. И если, опять же, развивать эту тему дальше, то есть высокие цены на нефть, которые сейчас очевидно мы наблюдаем на экранах наших терминалов, они, конечно же, будут создавать условия того, чтобы на рынок сланцевого производства возвращалось все больше и больше количества игроков. Но если мы видели прирост платформ, тогда, когда цены были чуть выше 45 долларов за баррель, то тогда, когда цены находятся даже уже выше очевидного потолка рентабельности для сланцевого бизнеса, конечно же, все больше интересов будет к данному направлению сланцевой добычи, нефтедобычи. Поэтому, если действительно мы будем, исходя из следующих недель, констатировать прирост платформ, тут же стоим говорить о потенциальном увеличении добычи, и, может быть, США начнет постепенно замещать эту долю, которая высадилась за счет выпадения посредством договоренностей из общего рынка приложений энергоресурсов Ближнего Востока. Вот, если отметить и провести, опять же, параллель по спросу на нефть, вы знаете то, что один из ключевых потребителей – это Китай. И вчерашние комментарии, которые лично мне были интересны, потому что они поддерживают в какой-то мере тот негативный посыл, который мы с вами остроим на основании наших предположений по будущим перспективам нефти. Эти комментарии следующего порядка. То, что основными поставщиками для нефтеперерабатывающих заводов независимых китайской экономики были как раз регионы Западная Африка и Южная Америка. Поэтому, в целом, исходя из того, что Ближний Восток даже взял на себя, получается, основное бремя, а коллекция Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Иран и Кувейта, Китай может просто, скажем, расширить торговые партнерские связи с теми основными партнерами поставок, которые уже действуют. Это как Западная Африка и, я думаю, что в большей степени даже Южная Америка. И если продолжать рассуждать, собственно, в этом направлении, мы сможем прийти к выводу о том, что на рынке меняется баланс сил, потенциала игроков, но никак не ситуация со спросом и предложением. Поэтому в 2017 год, как я отмечал неделю назад, две недели назад, месяц назад, мы входим на самом деле все с теми же самыми проблемами крайнего перепроизводства и перенасыщения, которые могут быть системным риском, соответственно, для будущих котировок черного золота. И третий негативный фактор, на который также сейчас нужно обратить внимание, это для того, чтобы действительно добиться восстановления баланса, нужно, чтобы объемы производства снижались не на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а минимум на 1,5-1,6. А такая цифра, собственно, в условии той сделки, которая была заключена, не закладывается. То есть истинная цифра меньше на 400 тысяч баррелей в сутки. Конечно же, это все предположения. Может быть и оказаться, что и текущей коррекции будет вполне достаточно, чтобы даже вывести вообще весь рынок рынка ресурсов в состояние дефицита. И уже чуть ли не в первом полугодии 2017 года. Может быть, мировая экономика получит серьезный буст для роста и потребует больше, исходя из более высоких аппетитов, больше энергоресурсов. Но это, опять же, все сослагательные преклонения. Мы их пока использовать не будем. Мы просто обозначили с вами риски, которые есть. И работаем с той ситуацией, которая сложилась на всем рынке черного золота. Как и вчера, я отмечаю, что лично буду торговать нефтью дальше, но только тогда, когда бренда окажется ниже 47 долларов за баррель. И даже несмотря на присутствующие на рынке позитивные настроения, того, что договоренность достигнута, можно покупать и ставить до 60, а может быть еще выше по бренду. Я такие идеи сейчас озвучивать не хочу. И уж тем более не хочу, чтобы вы акцентировали на них, собственно, ваше внимание. В целом, по рынку энергоресурсов, думаю, все понятно. Я надеюсь, что мы уделили достаточно внимания, собственно, этой ситуации. И знаю то, что у вас также есть рейс-обственное видение от того, что может произойти. И очень надеюсь на то, что многие из вас разделяют мою позицию. То есть определились с ориентирами. Лично я жду коррекции, ослабления. И только после того, как бренд закрепится ниже 50 долларов за баррель, буду рассматривать возможность для продаж. Рубль против американцев 63,85. Ну, то, что мы протестировали многомесячные максимумы по бренду, конечно же, это не могло не стать причиной укрепления российской валюты. Но укрепление, на мой взгляд, символичное, особенно если проводить параллели с тем, что мы могли бы, в принципе, наблюдать в динамике столь зависимого от перспектив нети средневого валютного актива. 63,85 это нормальное значение, которое лично меня даже сейчас подзадаривает на то, чтобы рассматривать, может быть, возможности занятия дополнительных длинных сделок, которые будут, опять же, предполагать возвращение пары в район 65. Для кого-то, может быть, повторный вход это рискованное дело. Знаю то, что многие находятся в длинных позициях с гораздо более низких ценовых значений. Правильно делайте. Мы с вами ждем 65 и давайте об этом пока больше не говорить. Доллар японская иена. Вчера мы видели то, что американская валюта продолжил, в принципе, хотя, правильнее будет сказать, на азиатской сессии оставалась самым динамично растущим активом. И мы видели то, что пара долл иена переписала максимум за 9,5 месяцев, практически добравшись до нашей с вами цели 115 иен против американца. Но все-таки немного до нее не дотянули. Что касается основных факторов поддержки. Здесь, безусловно, нужно провести параллель между восстановлением американца и тем лучшим ралли, которое показало нам рынок энергоресурсов. И логичный вопрос, каким образом же, собственно, эти активы взаимосвязаны и действительно ли восстановление цен на нефть стало причиной такого интереса к позициям бренда. На самом деле, логика здесь очень даже простая. Вы помните, что каждый раз, когда мы с вами говорим о показателях инфляции, я делаю акцент на то, что одним из основных источников роста этого декарта являются цены на энергоносители. Поэтому, если на рынке формируются условия для роста цен на черное золото, значит, формируются условия для роста инфляционных ожиданий. Поэтому тот бычий тренд, который мы наблюдаем в несколько сессиях подряд со среды по рынку углеводородов, это как раз тот самый фактор, который повышает инфляционные ожидания. Если растут инфляционные ожидания, значит, растет и доходность американских трежин. В свою очередь, доходность американского долга является причиной, вследствие которого повышается интерес к американцу против иены, против евро, потому что эти валюты стоят за теми регионами, за которые отвечают долговые бумаги, с гораздо более низкими показателями доходности. То есть доллар здесь на контрасте, опять же, ситуации с облигациями явно выигрывает, потому что трейдеры делают большую ставку на инвестирование в те активы, которые приносят больше доход, а как раз американские бумаги, они номинированы в долларах. В частности, повышательная динамика нефти стала причиной, из-за которых американские трежери сейчас переписали максимум за 15-16 месяцев. Я думаю, что это не предел. Будем расти и дальше, и, соответственно, уже стремиться на обновление двух летних максимум. Почему бы и нет? Не стоит забывать еще и про сильный макроэкономический фонд. Вот в последние недели мы с вами, какой бы отчет ни взяли, говорили об исключительном прогрессе, как в рамках рядового отчета, так и в рамках секторозы, которые отвечают эти макроэкономические релизы. Вчерашний день, собственно, не стало исключением. Заявки на пособие по безработице 268 тысяч, против прошлого 251 тысяч. Казалось бы, выше прошлого значения, значит негатив. Но я надеюсь, что вы помните, какой логика нужно руководствоваться здесь. Если отчет ниже 300 тысяч, значит это прогресс. Индекс PMI в производственном секторе 54.11, 53.9.7. Сильный отчет, сильный релиз, который указывает на сохранение восстановительного импульса в рамках промышленности. Если кто-то не доверяет этому индикатору, тогда предлагаю обратить внимание на точно такую же характеристику сектора, только уже со стороны АСМ. Это более объективная и значимая для рынка статистика. 53.2 с 51.9. Еще более выраженный и существенный прогресс. Индекс разгона инфляции 54.5, в принципе, совпали с прошлой оценкой, очень высокая. И оказались гораздо выше прогноза. Этот фундамент уже точно довел вероятность повышения процентной ставки до 100%. Я думаю, что можно уже об этом даже не говорить. Сомнений в этом нет. Еще больше интереса к данному событию, как к вероятному инфоповоду, способному еще больше ускорить восходящие движения. Американцы против практически всех инструментов, оппонентов и конкурентов указывают и комментарии последних сомневающихся членов ФРС. В частности, среди них это Лоретта Мейстер, которая также отметила, что повышение ставки является на текущий момент абсолютно разумным и уместным. Поэтому по американской экономике, по макроэкономической картине, по всем тем объективным рискам, которые присутствуют на рынке, по потенциальным ожиданиям изменений, которые могут произойти с экономикой США после президентства Трампа, это все то, что сейчас является серьезным фактором роста американской валюты. И поэтому мы продолжаем находиться в таком затяжном бучьем ралли, уже поднялись больше, чем на 1000 пунктов. Я думаю, что такими стараниями сможем говорить о локальном тренде, который составит 2000 пунктов. Наша цель с вами 115, она так и остается. Я очень надеюсь, что сегодня мы сможем получить еще более серьезный триггер для роста, потому что сегодня мы с вами анализируем кучевой отчет по состоянию американского рынка труда. Non-Farm Perils, который будет в 16.30 по Москве. Учитывая, что EDP в среду показали прирост на цифру, которая является многомесячным хаем, у нас, конечно же, исходя из коррекционной связи, много положительных ожиданий того, что Non-Farm Perils не разочарует. Я традиционно также призываю вас обратить внимание еще и на статистику по зарплатам. Это важно, потому что зарплаты, уровень зарплат, который находится сейчас на значении 2,8% годового прироста, являются приезжающим индикатором инфляции. То есть, если и сегодня мы с вами увидим рост показателей хотя бы на 0,1%, это будет еще большим прогрессом для сектора рынка труда, чем даже создание большого количества новых рабочих мест. А то, что мы увидим цифру уж точно выше 180 тысяч, я в этом практически не сомневаюсь. Поэтому сегодня в 16.30 максимально бдительны к рынку, копали доллары японской иен, да и вообще к любому активу, который является, скажем, тем инструментом, которым вы спекулируете. Потому что доллар сегодня, как и в последнее время, снова будет выступать основным фактором движения и волатильности всего финансового рынка. Настраиваемся на хорошую статистику и ставим на то, что в сегодняшний день мы сможем закрыть выше 115 иен против американцев. Фунт. Вчера вышел отчет по производственной активности. Статистика хорошая, 53,4, точнее плохая, 53,54 и 2, но вместо того, чтобы логично просесть, мы увидели не совсем логичное поведение, опять же, фунта. Рост практически на две фигуры. Правда, к концу торговой сессии все-таки фунт скорректировался на 100 пунктов, будет закрыл день на отметке 1,2588. Сейчас у нас фунт торгуется на уровне 1,2611. Я думаю, что если пара все-таки умудрится закрепиться выше уровня 1,27, нам нужно будет еще раз оценить дальнейшие перспективы фунта. И если все-таки закрепление состоится выше значения 1,27, возможно, нужно будет выйти все-таки из этого валютного актива и ждать больших намеков о потенциально негативных последствиях Брекзита со стороны руководства, которые в ближайшее время пока не предвидятся. Ну, наверное, до конца 2016 года. Поэтому по фунту, если еще находитесь в длинных, точнее, в коротких сделках, хотите, разделите со мной, собственно, такие ожидания. Если 1,27, то, соответственно, берем и выходим из этого трейда. Если все-таки этот уровень устоит и пара фунт-доллар не найдет оснований для того, чтобы отдвинуть выше, тогда привергаемся. Наши с вами прошлые цели – это 1,20 или хотя бы 1,21. Австралиец против доллара. Котировки сейчас 0,74-0,7, чуть ниже, чем тот уровень, о котором мы с вами говорили в ходе прошлого бритинга. Здесь хочу сразу отметить два негативных фактора. Во-первых, это падение инвестиций резко на 4%. Это довольно слабая часть по роничным продажам, 0,5% против прошлого, 0,6%. И еще более серьезные с точки зрения опасений для австралийца ожидания, которые связаны с низкими показателями инвестиций в рамках Австралии. Вот вчера, не помню, правда, фамилию, но обратил внимание я на комментарии представителей Резервного банка Австралии о том, что весь национальный регулятор в целом обеспокоен текущей ситуацией, которая складывается в рамках показателя национального СПИ, то есть показателя инфляции. Мы с вами говорили о том, что действительно есть риски того, что из-за низких значений инфляции Резервный банк Австралии сохранит мягкость экономической политики, и все это должно быть причиной ослабления австралийского доллара против американцев. На азиатской сессии мы видим, как логичные реакции на слабую статистику дают о себе знать, австралийцы теряют. Я надеюсь, что мы сможем по паре AUT и USD сегодня затопить день чуть ли не на отметке 0,73 с небольшим, но это не наш, все равно еще ценовой рензит, потому что наша цель находится на уровне 0,72. Новозеландская валюта 0,7091, понемногу снижаемся. Наша цель – основа тестирования поддержки 0,70. Евросвизия котируется на отметке 1,0787, постепенно ползем выше сопротивления 1,08. И еще сегодня будет весьма интересно движение канадской валюты. Мы видели, как поддержка вчера 1,33 устояла, сейчас пара несколько восстановилась с этого уровня, котируется на отметке 1,3311. В 16.30 сегодня выйдет не только статистика по рынку труда США, но и по рынку труда Канады. Если отчет не разочарует, тогда канадская валюта сможет попробовать укрепиться ниже этой планки, особенно если и нефть параллельно не будет разочаровывать. Но мы уже видим коррекцию на рынке энергоресурсов, допускаем то, что после такого ралли по причине эффекта пятницы трейдеры будут фиксировать результаты перед выходными, что может стать уверенным импульсом для того, чтобы бренд с текущих котировок 53,28 ушел в район 52 как минимум доллара за баррель. Это негативный сигнал для канадского доллара. Ожидаем еще поддержки со стороны рынка труда для непосредственно доллара, американской валюты, и ждем слабого отчета по Канаде. В общем, три этих фактора полагаю, что сегодня могут достать на фундаменте для того, чтобы пара USDCAD с текущих значений ушла выше 1,3450. По крайней мере, лично мне бы этого очень хотелось. И это приблизило бы нас с вами к цели, которая находится на отметке 1,36. Собственно, из важных событий мы с вами уже все разобрали. В 16.30 ждем статистику по рынку труда США и Канады. В 21.00 Бейкер плюс по неким платформам, а в США с ланцевым производителем настраиваемся на то, что количество слов увеличится, и это может потенциально стать еще одним локальным подзакрытием, не фактное давление на них. Кодовое слово на сегодня референдум. Величина бонуса 15%. Действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени. Евро-доллар. Несколько мы обошли сегодня эту валютную пару, но здесь ситуация не меняется. Даже несмотря на то восходящее движение, которое, возможно, стало следствием локального ослабления американца в рамках вчерашней торговой сессии, очень много факторов, сигнализирующих о том, что евро нужно распродавать. Вчерашний комментарий Reuters о том, что 8 декабря ЕЦБ подойдет действие программы количества смельчений и воскресный политический фактор – конституционный референдум в Италии, который я уже предложил вам рассматривать как основание и фундаментальный повод, способный спровоцировать открытие понедельника с ценовым разрывом вниз. То есть я жду, что мы доберемся до планки 1.05 хотя бы из-за вот этого политического события. Собственно, на этом все. Осталось только пожелать вам хорошего завершения недели, попутного тренда, ну и, конечно же, хороших выходных. Очень хочу, чтобы вы собрались с силами, перезагрузились, если нужно формать настроение. И в понедельник уже с новыми силами вернулись к весьма интересной пятидневке. И вообще, декабрь месяц у нас будет крайне насыщенным на инфо-события и подает нам много возможностей, которые мы постараемся использовать. Не стоит сомневаться, что волатильность оставит желать лучшего. Хотя бы потому, что впереди у нас ЕЦП и ФРС с серьезными изменениями монетарных политиков. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.